всем привет с вами даша и сегодня я хочу продолжить показывать свою коллекцию моделей на этот раз я покажу вам немецкую бронетехнику а точнее бронеавтомобили и легкие танки вначале хочу отметить что большинство этих моделей я делала в начале своего пути и качеством исполнения некоторых я сейчас недовольна поэтому и не судите меня строго перед тем как мы начнем обязательно подписывайтесь на мой канал впереди вас ждут еще видео в похожей тематике с 1943 года когда красная армия советского союза перешла в активное контрнаступление и получила большое преимущество в воздухе на 6 тягача получившего маркировку sdkfz 7-2 было установлено более мощное высокобойная 37 миллиметровая зенитная орудия со скорострельностью от 160 до 360 выстрелов в минуту скорострельность зависела от модификации пушки которая постоянно совершенствовалась работа над этой машиной были инициированы в 1934 году поскольку уже тогда командование вермахта озаботилась обеспечением связи для соединения первой линии на место устаревших трехосных sdkfz 232 должны были прийти аналогичные по назначению четырехосные машины в обоих случаях доработки проводились одинаковым методом за основу брался линейная в броне автомобиль на которой устанавливали дополнительные радиостанции и антенну в случае с sdkfz 232 это было фук 11 с е-30 с рамочной антенны на вооружении немецкой армии были приняты бронеавтомобили sdkfz 223 оснащенные радиостанции среднего радиуса действия позволявший разведывательному дивизиону поддерживать связь в полевых условиях первое время радиооборудование sdkfz 223 состояла из радиостанции fuk 10 с е-30 с радиусом действия 40 километров ключ и 10 километров микрофон или fuk 19 а на машинах более поздних выпусках устанавливали радиостанции fuk 12 sdkfz 254 разрабатывался с 1938 года как артиллерийский тягач rp 7.2 для австрийской армии после вхождения австрии состав рейха был принят на вооружение вермахта в качестве легкого бронетранспортера в 1940 году переквалифицировано бронированную машину артиллерийских наблюдателей с июня 1940 по март 1941 года изготовлено было в 128 штук машина имела открытый сверху сварной корпус большими углами наклона броневых листов колесно-гусеничный движитель с опускаемыми колесами изначально основой для машины sdkfz 250 троп 9 должен был стать бронетранспортер базовой версии которая с 1943 года обозначалась как альты старая далее в серию пошла новая модификация бронемашины отличавшиеся конструкции корпуса силовой установкой и прочими за счет изменения корпуса сокращением количества деталей с 19 до 9 удалось немного облегчить конструкцию а также упростить изготовление техники получившие названия но и новый sdkfz 234 дробь 2 пума самый знаменитый немецкий тяжелый броне автомобиль периода второй мировой войны признание к данной машине пришло благодаря удачному сочетанию значительной боевой мощи живучести и подвижности на данной модификации была установлена бронированная башня компании дамблер бэнс первоначально предназначавшийся для танка леопард в машине была установлена 50 миллиметровая пушка немецкий полугусеничный бронетранспортер sdkfz 251 является самым узнаваемым бтром второй мировой войны хотя американских полугусеничных бронетранспортеров м3 военные годы было выпущено больше созданная немецкими конструкторами боевая машина sdkfz 251 на протяжении всей второй мировой войны была основным бронетранспортером вермахта бронетранспортеры этой версии использовались как машины связи все машины связи оборудовались штыревой антенной смонтированной верхней части корпуса бронетранспортера некоторое количество бронетранспортеров sdkfz 251-1 использовалась в качестве самоходных пусковых установок неуправляемых ракетных снарядов фугасные снаряды vgr 42 калибра 280 миллиметров 40 килограммами взрывчатого вещества размещались металлических транспортно-пусковых контейнерах зажигательные снаряды калибра 320 миллиметров с 50 литрами бензиновой смеси близкой по составу к напалму деревянных ящиках которые одновременно служили пусковыми установка 1943 году 40 оставшихся рено и немцы переделали в самоходные пусковые установки имелось два варианта такой машины в одном четыре мины в рамах устанавливались на крыше рубки а на втором подвешивались по бортам как вариант на фото их активно применяли во время высадки союзников нормандии где большинство рено закончили свой длитный боевой путь чтобы хоть как-то повысить боевые качества первопанцера делалась попытка установить в его башню 20 миллиметровую автоматическую пушку брэда однако известна лишь одна фотография panzer 1 модификации а с этой пушкой установленной в башне увеличенный за счет вставки дополнительно вертикальной секции командирская машина на шасси panzer 1 модификации а создана в 1935 году в качестве машины для командиров вооруженных panzer 1 подразделений отличалась от линейных танков снятием башни и части подмашенного листа установкой на их месте небольшой броневой надстройки это подвощик боеприпасов на шасси первопанцера версия а в 1935 году началось производство улучшенной модификации panzer 1b на новой машине был применен более мощный шестицилиндровый двигатель водяного охлаждения maybach мощность двигателя выросла до 100 лошадиных сил поскольку новый мотор был заметно больше старого пришлось удлинить корпус на 400 миллиметров а это моя фантазия на тему учебной версии первопанцера версия транспортера боеприпасов уже на базе panzer 1 версии б зенитная самоходная установка на шасси panzer 1a создана в 1941 году путем переоборудования линейных танков с которых срезалась башни и большая часть подбашенной коробки а на их место помещалась платформа с открыто установленной на ней 20 миллиметровой зенитной пушкой флаг 38 малая командирская машина отличалась измененной броневой надстройкой увеличенной высоты позволявший разместить в ней третьего члена экипажа panzer ягер один противотанковая сауна шасси panzer 1b 1 серийная германская сау такого типа проектирование сау для борьбы с вражеской бронетехникой началось еще в 1939 году panzer 1f разрабатывался как тяжелый бронированный танк для поддержки пехоты при боевой массе в 21 тонну и экипажи из двух человек танк имел 80 миллиметровое лобовое и бортовое бронирование однако все его вооружение ограничивалась двумя пулеметами максимальная скорость не превышала 25 километров в час быстроходная модификация panzer 2 для оснащения легких дивизий созданных на базе кавалерийских танк panzer 2 модификации ты имел совершенно новый корпус и ходовую часть а башня с вооружением была заимствована у модификации c в сп оса легкая по массе немецкая сау класса самоходная гаубица периода второй мировой войны за время производства с февраля 1943 года до середины 44 было собрано 676 самоходных каубиц данного типа которые активно использовались в сражениях на всех фронтах по своим тактико-техническим характеристикам легкий panzer 38 не уступал а частично даже превосходил немецкий средний танк panzer 3 к явным недостаткам чехословацкой машины можно отнести устаревшую для конца 30-х годов технологию изготовления корпуса и башни клепкой на каркасе из уголков экипаж танка состоял из трех человек что не обеспечивало полного расстеления труда мардер 3 немецкая сау на базе легкого чешского танка panzer 38 ты вооруженная трофейной советской 76 миллиметровой дивизионной пушкой f22 переделанный под немецкие снаряды и получивший наименование пак 38 р она предназначалась для борьбы с танками противника с чем успешно справлялась самого начала выпуска вплоть до 1943 года аута блин до 43 был разработан в 1943 году как улучшенная версия бронеавтомобиля аута блин до 41 получив улучшенные корпусы башню и более мощное вооружение после капитуляции италии в сентябре 43 года серийное производство аута блин до 43 продолжалось по германскому заказу м13 40 итальянский средний танк времен второй мировой войны по массе относился к легким танкам однако по итальянской танковой классификации считался средним разработан фирмой fiat ansaldo в 1938 по 39 годах стал самым массовым итальянским танком 2 мировой войны вот такой у меня получился показ впереди нас ждет вторая часть про германские танки где будут машины посерьезнее например тигры пантеры и машины на их базе так что не пропускайте новые выпуски подписывайтесь на мой канал всем до новых встреч пока пока